Приветствую, друзья! Это видео выходит у меня на канале и на канале Александра Семченко в связи с тем, что у него сейчас технической возможности размещать видео нет. Но тем не менее, для того, чтобы подписчики понимали, что происходит, я сейчас записываю это видео. К сожалению, в Украине мы сейчас наблюдаем абсолютный террор в отношении тех лидеров мнений, которые на протяжении 8 лет последовательно выступали за мир на Донбассе, за выполнение Минских соглашений. И даже сейчас выступают за адекватное и рациональное освещение ситуации в Украине. Но тем не менее, мы сейчас видим, как системная служба безопасности Украины, терраборона или еще какие-то там банды максимально делают все для того, чтобы запугать народ Украины. И мы это сейчас наблюдаем на практике. Тактика у террористов в отношении адекватных лидеров мнений примерно следующая. Забегают по месту жительства люди с автоматами и сбивают ничего, по сути не объясняя, заставляя сделать видео, как поддерживает лидер мнения в войну, которая сейчас происходит в Украине. После этого забирают логины и пароли от аккаунтов социальных сетей, YouTube, Facebook, Telegram и начинают постить то, что нравится тем людям, которые держат по сути в заложниках лидеров мнений. Ну и конечно, этих лидеров мнений периодически заставляют писать видео там, где они тоже якобы поддерживают войну и так далее. И здесь нужно понимать, что вот таким репрессиям уже подвергся Юрий Дудкин, Дмитрий Джангиров и это далеко не предел. Братьев Кононович, которые регулярно критиковали Зеленского в ТикТоке и их видео набирали больше миллиона просмотров, сейчас тоже взяли и арестовали, бросили в тюрьму. Видео повдуляли с ТикТока и это мы наблюдаем уже систему. То есть мы видим, как лидеров мнений адекватных просто хотят выбить максимально из информационного пространства Украины и делают все возможное для того, что кроме военной пропаганды в Украине ничего не звучало. Понимая все это, я, Александр Семченко и другие наши соратники сделали все необходимое, чтобы даже если люди с оружием будут забегать и что-то требовать, заставлять кого-то что-то сделать, чтобы у них ничего не получилось. И именно поэтому по техническим причинам Александр Семченко сейчас перестал выпускать видео, но тем не менее, как только он обеспечит параметры безопасности себе, я вас уверяю, он продолжит выпускать видео в том же формате, в котором и было. Мы выступаем категорически против такого террора, против лидеров мнений, потому что этого не прописано в никаком украинском законодательстве. Мало того, то, что происходит, это явное нарушение закона, потому что есть закон Украины о военном положении, есть много других документов и ни один из этих документов, ни Александр Семченко, ни другие лидеры мнений, они не нарушали. И то, что мы видим сейчас, это по сути террор граждан Украины, которые пытаются людям рассказать, что же на самом деле происходит, причины этого конфликта и так далее. И безусловно, это принципиальная позиция и то, что сейчас происходит, это ненормально, это дикость и в любом случае нам нужно сделать все для того, чтобы ситуация опять вернулась в адекватное русло. Если служба безопасности Украины или там какие-то люди с оружием считают, что в Украине уже закона нет, что у нас уже правят просто какие-то банды вооруженные, которые делают, что хотят, будьте добры, напишите на официальном сайте, чтобы мы четко понимали. Потому что то, что происходит сейчас, это явный и открытый беспредел. И безусловно, эта ответственность лежит на тех людях, которые сейчас при власти. Ну а пока мы будем делать все возможное для сохранения наших медиаплощадок, мы будем делать все возможное для того, чтобы наши спикеры, наши лидеры мнений оставались в безопасности, выпуская контент для вас. Александр Семченко по нашей информации на данный момент находится в безопасности и как только, я повторюсь, у него получится с интернетом и прочими параметрами выпускать видео, он это продолжит делать. Что касается моего ютуб канала, наконец-то удалось восстановить доступ к нему и теперь я на своем ютуб канале тоже стараться буду регулярно делать видеоконтент и рассказывать о происходящем у нас.